К нам, к себе в город, приехал наш друг, советник государственного секретаря Республики Дагестан, Хизри Абакарова, которого мы все знаем и по делам, и по новостям. Это его советник Магомед Мурат Газевич. Наш большой друг нашего района, всегда вместе с нами рядом. Я бы хотел от имени всех нас поприветствовать его. Он далеко не первый раз в Ботхихе, поэтому я его гостем не называю. Он свой, родной. И цель своей поездки, я думаю, Мурат Газевич сам огласит всем нам. Но отмечу, что подобные поездки и Муратом Газевичем, и в целом командой главы Республики, включая и нашего Хизри Абакарова, такие поездки практикуются практически по всем муниципалитетам. И главная цель – помочь, поддержать муниципалитет. Поэтому я бы хотел от нас всех поприветствовать Мурата Газевича, поблагодарить за приезд. Уверен, и эта его поездка послужит таким добрым примером и для других, и станет, главное, полезной для всех нас. По поручению главы Республики Абакарова, в рамках тех мероприятий, которые осуществляются силами управления по обеспечению деятельности государственной секретарей Республики Абакарова, нами запланированы и осуществляются выезды по муниципалитетам, по районам с целью повышения явки избирателей, с целью подготовки к единому отнюю голосование, которое у нас будет в сентябре месяце. Естественно, мы обсудим некоторые проблемные вопросы, которые есть в районе. Также мы обсудим некоторые вопросы, может быть, в более узком кругу, но пожелаем. И в ходе этого заседания, касающегося оказания помощи сенаторам Сулейману Саидовичу Акеримову, некоторым категориям детей-инвалидов, в том числе проживающих в городе Абакарова, и эта работа ведется по всей республике, в том числе и здесь. Если какие-нибудь будут замечания, пожелания, все будут доведены до государственного секретаря Республики Адистан, также мы разъясним порядок обращения в адрес по секретарю Республики Адистан, оставим образец обращения и предлагаю наш диалог в таком свободном режиме продолжить и начать с первого вопроса, это что у нас делается, как, пожалуйста, районы видят подготовку к предстоящему выбору. Мурат Градзеевич, у нас в рамках подготовки к ГУРАН сейчас, как мы все знаем, идет процедура, внутрипартийная процедура, которая практикуется Единая Россия, это внутрипартийный голосовый. Советат по определенным наиболее достойных кандидатов внутри партии. И в этой связи, конечно, немного у нас, наверное, в большей степени непонимания, чуть ажиотаж в нашем районе. Люди думают, что они выбирают депутата. Не все до конца понимают, что это внутрипартийная процедура, внутрипартийное голосование, а не выборы. Выборы нас ждут только в сентябре. И в ходе данной работы, конечно, некоторый ажиотаж со стороны отдельных жителей реально наблюдаются, но это в большей степени понизнание. Процедура новая, все новое, и не всем всегда бывает понятно. На некоторые вопросы даже мы сами не можем ответить, потому что все равно это так и бывает в начале, пока не привыкли. И это, конечно, у нас идет в таком режиме, в живом, активном режиме, и в этом ничего плохого нет. Есть кандидаты, которые внутри партии, выдвинутые. И за определенный оборудование между ними и за колосса, конечно, идет. Созданы и счетные участки, 11 счетных участков в районе. Но при этом отмечу, что на таком хорошем, дружеском, таком уровне проходят и эти мероприятия, такого ажиотажа, никакого противостояния и так далее, ничего не наблюдается. Просто есть активность. И это хорошо, так и должно быть, наверное. Если кандидат считает себя достойным, он должен проявить себя и доказать это уже по итогам голосования. На данном этапе уже внутри партийного. В последующем, по опыту прошлых лет скажу, у нас район, как не случайно называют, это район главы государства. У нас Владимир Владимирович три раза лично посещал район, и поэтому у нас особое отношение и к руководству страны, и к политическим силам, которые его поддерживают. Не буду назвать название отдельных партий. Мы, горцы, очень хорошо знаем, кто и что для нас сделал. Вы, наверное, и сами наблюдаете, наш район как небольшой город в горах, относительно, особенно, других районов. Поэтому свою работу левцы сделают, и они и раньше делали. Мы ни за кого не агитируем, но активность, конечно, будет. Традиционно была и будет на выборах. И в этом смысле он учит у нас интеллигентное, образованное население, и, главное, воспитанное. На этот раз мы таким же достойным образом проведем эту избирательную кампанию 2021 года. Проблемых, наоборот, тех нету, и рано принесло говорить, потому что сейчас и кандидаты фактически не определены. Рано еще об этом говорить, и даже регистрация кандидатов не началась, и партии и так далее. Но я думаю, что проблем у нас никаких не будет. Хотелось бы услышать и для себя, чтобы обстановку лучше понимать в том районе, в котором меня командировали, и для того, чтобы доложить высшую стоящему руководству, и для того, чтобы в каких-то наших документах это было отражено, о самых насущных проблемах, которые были в данном районе. Эти данные уже на подготовку обработанном виде, они будут использоваться и для подготовки высшестоящего руководства, для подготовки приездов и повесток, визитов у суда. И в любом случае, наверное, какую-то предварительную информацию, если мы доведем, если мы ее осмыслим, а перед этим ее от вас получим, будет нам всем полезно. Давайте начнем с Бодриха. Бодриха какая? Самая большая проблема? Газимовер Нурманович, новый глава, поселение. Самая главная проблема – это снабжение водных. И поливная вода не хватает, и племенов нет, и потянули воды не хватает. У нас в Бодрихе, сколько я себя помню, проблема с этой водой. Здесь Бодрих – это не исторически традиционно садовод. И большая площадь садов, тем более в последние годы все начали к земле возвращаться. То есть заброшенные сады, сейчас и уже цены выросли на эти сады, и начали уже использовать эти сады, эксплуатировать. И всегда у нас летом, начало лета, бывает проблема, заключающаяся в том, что, к примеру, в старой части садовод, где мы сейчас находимся, есть одна общая речка, которую мы делим и на полив, и на петел. Вот село приняло решение, сколько бы воды в этой реке не было, пополам денег, половину на петел, половину на полив, потому что сады же высохнуты, понятно, не остальные сады без воды. Поэтому возникает проблема, с учетом того, что существенно 9 тоже уменьшился в этой реке, в два раза практически уменьшился 9 воды, это и общая тенденция, как мы видим, особенно по горам эти родники высыхают. Вот сегодня нам не хватает воды и поливать, и пить. Садоводы жалуются, не давайте домой, давайте на полив, хозяйки жалуются, зачем нам эти деревья, давайте у нас дома дети. Вот это вечная война, вот у меня и в прошлом году здесь целые делегации женские бывали, сколько я себя помню, это проблема воды в водрихе. Два источника основных по обеспечению водриха водой, это вот идет со стороны села Ансалта, водопровод 22 километра, он обеспечивает население 400 водой, в том числе и бодриха. Ну, бодрих, конечно, последняя очередь. Это и Ансалта, Рахата, Тандо, потом бодриха. Это один источник, второй источник, который обеспечивает вторую часть бодриха, это река, которая делится пополам, как я уже говорил. Да, действительно, нам не хватает, потому что водовод, который проектировался в 2002 году, начато строительство, он тогда, понятно, два раза меньше и села, и потребление. Раньше одного родника хватало на весь квартал села, а сейчас этот родник у каждого дома находится. У каждого дома есть стиралка, и кухня, и так далее, и правильно. Так и должно быть, поэтому не хватает. Вот, и там, теперь у нас большая проблема по дополнительным источникам, надо же другие источники вода находить. Снизу, как вариант, мы сейчас над этим работаем, с реки Ангийской Кайсу по насосам подавать наверх. Это все подавалось, это вода, но раскулачиваем насос. Раскулачивали, гвоздное обвознение оставили, вот сейчас и с учета сняли эту насосу, по документам она уже перестала существовать. В прошлом году мы восстановили, и на учете сейчас занимаемся ремонтом этой насосной станции, чтобы с реки подавать. Конечно, вода будет дорого стоить, но нельзя на цену смотреть, когда о таких вещах речь идет. Сейчас сами своими силами будем восстанавливать насос, но мы и экспертов пригласили. Дали заключение, да, можно эту насосную восстановить и оттуда подавать воду. Сейчас мы занимаемся и это здание восстанавливаемое, и оборудование покупаем, потому что ничего не оставили. Надеюсь, что вот эта насосная нам поможет. Если после восстановления и насосной ситуация не изменится, уже будем готовить серьезный проект, чтобы там более капитальную насосную поставить, и будем заявляться тогда по проекту чистого вода. Вторая проблема здесь по ливной воде. Есть федеральная структура, филиал, у них бодрискомбайл, это минмелья водхоз, так называемый бодрайот. Эти люди говорят, чтобы вам подать садоводу, дайте нам деньги. А когда начинают за насос считать, это она же немало электричества сжигает, насосная станция. Садовод 10 раз подумает за такие деньги. Только начали к земле люди возвращаться, а там насос на ему такой счет выставляет. Конечно, тяжело бывает потом. Вот этот вопрос, у меня была бы просьба к вам, чтобы затронули, чтобы вот эти условия, или как-то субсидировать расходы этого минмелья водхоза, это федеральное учреждение, которое в Дагестане, или что минсельхоза частично компенсировала их расходы на обеспечение поливной водой. Мы везде кричим, что мы сады поддерживаем, сельское хозяйство поддерживаем, давайте сажайте. Еще отчет требуют, каждый год сколько деревьев посадили. Никто не требует отчет, как вы их поливали, и что они для этого сделали. Поэтому на уровне руководства Республики, на мой взгляд, это очень важная тема, это не только в отряхо касается. И всех вот, в долине реки Ангейской красоты, у нас все садоводы, и не каждый может себе позволить, оттуда не везде идет самотечная вода. Где приходится качать, это очень дорого. Очень дорого и непозволительно бывает. И, конечно, это тормозит и развитие сельского хозяйства, и садоводства в частности. Если минсельхоз будет или как-то субсидировать, или этот минсельхоз возьмет как-то на себя эти расходы, ну, хотя бы половину снимите с людей, говорить на село в месяц 200, 200 тысяч, 500 тысяч дайте за полив, ну, это с людей собирать тяжело это. Такая ситуация, большая просьба, если нужно, мы развернутую справку о данном предложении дадим. Но этот вопрос много лет поднимался, и с садоводами, особенно в долинной части, но не решается. Недостаток воды поливной, во-первых, это проблема всех, и во-вторых, это не только горные части, все же по-русски на равнине части сталкиваются с такими же проблемами. Ну, сейчас говорю о равнине части. Уже практически люди отошли, отходят от традиционных методов мелиорации, ну, не даже мелиорации, а полива. То есть те, кто прямоточной водой поливают, они фактически уже не имеют такой возможности. Им приходится адаптировать свои сады и под капельное орошение, и так далее. Те, кто на эти методы более современные переходят, получают, ну, решают свои вопросы, в том числе получают субсидирование на строительство вот этих систем орошения. Вот это один из таких моментов, которые нужно обдумать и посмотреть, насколько он реализуем здесь, в должной местности. Если мы сейчас к этим вопросам не подойдем, то пройдет какой-то клиент. В любом случае, ну, вынуждены все будут как-то так выходить из ситуации. И еще один момент. Было сказано про водовод 22 километра, который идет с изученной возможностей расширения мощности уже этого водорода. То есть всегда легче и менее затратно пройти на вторую ветку по имеющимся, чем с какого-то источника. Но там тоже нужно изучить возможности, которые есть и обязательно участвовать при планировании. Мы заявились на устройство на этом водологе, которое обеспечивает 4 населенных. Ну, там вообще не предусмотрели очистные сооружения. Я не знаю, при проектировании кто это упустил. Я, например, от специалистов только в конце прошлого года узнал, что они обязательно там. Поэтому мы заявились в адрес главы республики я направил в этом году обращение, чтобы предусмотрели строительство очистных, установка очистных сооружений. Они мы знаем, десятки миллионов стоят. Они дорогие на самом деле. Мы не можем их осилить. Есть поддержка со стороны главы республики, есть поручение профильным министерством, в этом, включая министрой, экономикапитального строительства, и так далее. На данный момент этот вопрос прорабатывается. Задание на проектирование, кстати, мы уже представили комитет по архитектуре. У них на рассмотрении задание на проектирование вот этих очистных сооружений на этом водоводе. Конечно, будут разные разговоры, зачем они нужны, и так далее. Они не бывают нужны, пока никто не отравится. Как в прошлом году Гуйнагр, Хунзах, и так далее, и в прошлом году. Когда отравится массовое население, потом начинают виноватого искать. Поэтому, у меня была такая позиция, обязательно установить там очистные сооружения. Вот этот вопрос нами прорабатывается. Вместе с этим вопросом мы рассматривали вопрос и строительство дополнительной ветки, что параллельно шло. Там 9 воды уменьшился в реке. Если мы оттуда протянем дополнительную трубу, вот здесь внизу уже у нас село Мьярсо. Вот здесь глава село присутствует, и Хаджамат уже ко мне приходил, говорил, пожалуйста, нам уже воды не хватает. У них тоже внизу сады. Наверху речка закончится, и внизу для Мьярсинцев ничего не останется. Я же не могу ущерб Мьярсинцам в райцентр подавать воду. Поэтому нам приходится учитывать вот интересы нескольких слов при этом. И вот дополнительная ветка скорее всего будет там наверное невозможна, но очистные сооружения обязательно нужны. По вопросу вата снабжения принято для всех стран. Это еще, я думаю, это не не единственная проблема. Есть еще вопрос может быть про социальный объект. Может быть есть? Глава Ансалта первых отнял руку. Глава Силан Салтан это Гаруна. Хотелось бы завтра вопрос по электрофикации. В начале года приезжали делегации Россетов и глава района делали замечание по поводу их непроведимой работы. Они объединились, уехали и по федеральной программе было намечено обновление электросетей этих трансформаторных пудров и столбов. Сейчас уже говорят, что и объемы тоже снизили, и вроде ботов не собираются это все делать. Вот это вопрос ответствует взят на контроль. И в последнее хочу еще у нас есть прикусальное хозяйство, которое замерзает оконную жильотность. Рядом проходит газовая труба. Как их газифицировать? Не могут никак подключиться этому газу. Там есть проект, который уже начали строить газопровод. Остановился и не завершает. А сейчас пишешь письма они говорят оказывается нам нельзя. Где там троталкивают они все равно завершают газификацию. Поэтому прикрутальные хозяйства, к примеру, в Харитуре правильно такая ситуация. И в других прикрутальных хозяйствах есть, не завершают они уже начатые проекты и уже финансированы большие деньги. И если случай рядом труба проходит и не дают. И тем более у нас и так заброшены эти прикрутальные хозяйства по остаточному принципу туда законно робот не можем потратить. На того, кто потратил, тоже уголовное дело возбуждают. И без газа, без воды, без ничего. Вот такая ситуация. это как я понимаю целом по строительству объектов на прикрутанных землях. По электрохозяйству единственная добавка в прошлом году вы наверное тоже в курсе был большой шум по этим умным счетчикам. Одно название уже неприятное, да? Кто его придумал? была позиция. У меня есть официальное письмо применение Россетей Северный Кавказ в адрес главы Республики. Там еще период Васильева ему докладывало, что вот эти мероприятия по установке счетчиков и по модернизации электросетевого хозяйства вы включаете трансформаторы, провода, столбы и так далее все будет в 2021 году синхронизировано и вместе будет проводиться. В прошлом году мы все знаем по Республике встало против этих счетчиков и логика в чем было. Люди говорили а почему вы с счетчиков начинаете у нас там трансформатор горит через день или провода падают от перенапряжения а вы с счетчиков начинаете. Конечно увидев противостояние людей что неправильно расставлены приоритеты эта работа была приостановлена но хорошо в 2021 год наступил а где эти работы где эти столбы где эти трансформаторы провода которые на сотни миллионов они обещали я знаю глава рисунки тоже в курсе ситуации и на ходе совещания тоже эти вещи обозначал и в этой ситуации мы знаем правительство и в том числе представители правительства поддерживают позицию главных муниципалитетов и населения что нужно сперва с хозяйством разобраться потом уже требовать от людей плату в том числе и по счетчикам потому что по ГОСТу сегодня эта услуга по электроснабжению не предоставляется соответствующего напряжения нету безопасности и так далее как глава села будет разговаривать об установке счетчика когда этот гнилой столб не могут поменять год-два года вот а приоритет такой вопрос никто не против этих счетчиков и так далее если должен быть счетчик пусть он будет там золотой но сперва отремонтируйте трансформатор обеспечьте нормальное напряжение потом уже ставьте свои счетчики какие хотите лишь бы они там не положенные средства не начисляли такая была позиция и там массовое возмущение было у нас уже ситуация была лестница снимать из-под этого специалиста который на стол полез счетчик менять и как с людьми разговаривать в рода людей становится никто не хочет поэтому здесь совещание с участием заместителя руководителя Россетей Северный Кавказ в этом зале и с главами все мы единодушно вместе подняли руки сказали мы не против этих мероприятий мы поддерживаем эту программу только начните с ремонта а не счетчиков договорились вроде по рукам дали ушли равняется пока ничего нет давайте давайте это тохский глава голос с ремонт у нас у нас селены самый крупный завод в горном Дагестане был концерн там сезон работали 500-600 человек и мы пускали по-моему 10-12 миллионов банок концерров принимали обходы со всех ближайших селок и районов сейчас по-разному причинам завод пришел в ухаж хотел бы чтобы поработали над этим основным заводом по Твохскому заводу первый кто виноват Твохцев в том что он в таком состоянии посмотрите Боттеревские заводы которые в три раза меньше хозяин есть и прекрасно работает по всей России мы продукцию отводим а у них ситуация такая что это действительно крупный завод там ярширит даже магазин центра территории был настолько большой и у них акции у населения управляет заводом джамат фактически акции у кого не были джамат принимает решение там как бывает коллективная собственность значит дича были некоторые кто раньше арендовал но арендатор тоже у него бывает интерес свой выжил и ушел дальше хоть рома не расти сейчас завод действительно в плачебном состоянии приезжали специалисты смотрели в том числе кстати депутат госдумы махану махану направлял представителей заинтересованных бизнесменов зарубежных они осмотрели завод но говорят смысла нет у нас все устарело туда это вкладывать вот такая у них ситуация на самом деле здесь даже не конкретно этот объект касается в более широком смысле где хозяина нет там очень тяжело что-то сделать вот ни один бизнесмен не уложится никто не возьмется реанимироваться это все бизнесмен будет приходить смотреть те мощности на которые если изучать вокруг ситуации просто с калькулятором ему разницы не будет сколько людей чьи интересы там затронуты будет считать рентабельно будет делать нерентабельно не будет делать вот все те моменты отсутствия собственника я допустим сейчас не очень понимают что такое собственник дома это 5-6-7-10 я не знаю сколько там собственников в виде акционеров но наверное это собственники которые между собой договориться не могут и не могут сделать забот рабочим тот кто придет вкладываться он тоже так же с вами не сможет договориться вопрос очень тяжелый когда так такая ситуация с собственной мурат рада вас приветствовать в нашем районе и пользуясь случаем я хотела бы еще озвучить одну проблему селения Ботхих в данном случае округе микрорайон пожарная часть эту проблему все знают дело в том что эта часть земли относится министерство сельского хозяйства республики Дагестан как оказалось хотя там живут люди с 92-го года у них это огромная территория огромное количество людей то в 2018 году министерство сельского хозяйства подало суд на жителей этого округа всего чтобы мы освободили эту землю снесли выровняли и сдали эту землю перегоны да там скатаразум да скатаразум ну этот суд вынес священию в пользу пока нас жители я как представитель этого округа выступаю в данный момент потому что не была продлена аренда нам чуть-чуть повезло в этом вопросе хотелось бы вас попросить приложить пожалуйста усилия чтобы статус отгонного животноводства перевели статус поселенческого потому что тем самым вы решите очень много проблем во-первых все жители этого округа могут быть налогоплательщиками в данный момент они не имеют этой возможности они не имеют возможности даже голосовать если так по большому счету взять тем самым вы вернете и доверие и жителей к власти и тем самым у кого его нет вернете у кого есть дадите дальнейшую надежду мы никак не можем продвинуть этот вопрос хотя я уже несколько лет сама этим занимаюсь потому что мы не можем пользоваться никакими благами цивилизации выделяемых район у нас очень плохие дороги по большому счету нас все понимают здесь глава района замы нас все понимают жители что мы должны пользоваться и мы правы но по закону они не имеют права нам ничего выделять то же самое то что выделяют на дороге на асфальтирование не могут выделить и асфальтировать нам улицы хотя там очень ужасные дороги после дождей после снега там ходят дети школу садик мы своими усилиями как-то иногда выравниваем там щебенкой но после дождя это все усилия на нет сходятся хотелось бы попросить взять это под контроль и решить уже этот вопрос уже сменился глава это уже у нас второй глава который мы никак не можем продвинуть третий глава сельской администрации но это новый глава он даже еще не в курсе этого вопроса он только приступил к обязанностям я думаю что просто нам чуть-чуть тяжело будет без вашего вмешательства без республиканской поддержки продвинуть этот вопрос это по всей ресурсии идет красота с катафрагона с раввинной зоны горную часть мы все знаем и в Кизлево так сказали везде давно эти земли катафрагон не используются люди конечно когда двигаться некуда построили дома где-то и администрации все эти земли выделяли республиканские земли где-то умудрили зеленки оформить когда все можно было делать это же жизнь людям как минимум с молчаливого согласия власти это было сделано чтобы людей винить вот вы такие нехорошие незаконные строительства где-то говорили иди построи там где-то молча оставляли что хочешь делать это в конечном счете вина власти а не этих людей построили дома десятки домов количество сейчас десятки домов целый микрорайон образовался и приходят ко мне дорогу отремонтировать воду рубль не могу туда потратить а там уже под десятилетиями дома стоят я туда рубль потрачу на меня возбудят уголовное дело скажут кто такой чтобы на сельхоз земли на скатопрагон деньги расходовать вот такая ситуация у них и это тем более никакого отрезка в районах проблема это по республике несколько таких целых микрорайонов образовалась на трассах скатопрагона тем более закон позволяет равноценный обмен от шестых этих земель если село говорит вот вам дайте здесь 10 гектаров мы на другой стороне вам таких земель даем 10 гектаров это можно процедура есть если будет такое волевое решение со стороны правительства будет встречный шаг то что от нас зависит от руководства района мы все готовы и село не против и джамалат все понимают продвижение нету это должна быть такая единая позиция решение тем более и вреда никому нет от этого сельское хозяйство не страдает никто не страдает мы этот скот тоже мы гоняем и в горло и обратно на равнину так что никому решение этого просто не мешает а сейчас даже вот счет не могут открыть на электричество приезжают радиус Махачкалы режут этих людей они плачут к нам бегут мы правдами неправдами говорим ребята там оставьте этих людей что здесь делать от света отключить потом как они жить будут это же не решение вопроса сами сегодня позволяем строить через 10 лет приходим возле незаконного что они дома свои разрушены на последние копейки построены то действительно это очень большая проблема и если это решится этот вопрос затронет несколько муниципалитетов лесурики и сотни тысячи людей от этого будут зависеть кстати если я не ошибаюсь пожарная часть построена на трассе скатопрагона в 80-х годах построена пожарная часть если что-то разрушать тогда надо с нее начинать она же построена в 80-х годах еще прямо на этой трассе людей суд подойдет дамагает разрушен это же тоже неправильный подход тем более это окраина села какой скатопрагон оттуда никто не гоняет этот скот никому не нужно а сатус остался люди мучаются воду не отдаем сами деньги собирают электричество сами деньги собирают дорогу сами собирают все сами все сами делают и ничего и делать и сделать не можем и налоги не платят не могут платить и зеленку не могут оформить ничего не могут сделать Руслан Супьянов очень правильно расставил реалитеты и он смотрит немного вперед ну или руководствует здесь тем что сейчас на данный момент происходит да вот вот проверили и как бы остроты нет в любом случае вопрос станет когда на земле в сверховском значении стоит жилой объект получения документов на нем в любом случае вопрос станет то есть там скатопрагонная трасса еще усугубляет то что это земля нет соответствующего назначения но есть хоть и сложный но механизм работающий который позволяет менять категории который позволяет выносить нам правительственную комиссию предложения по изменению некоторых категорий в этом плане в этом плане сомневаюсь вопросом спел просьбу на каеве очень внимательно отнестись и все механизмы которые от него зависят которые он может инициировать чтобы он использовал в том чтобы эти вопросы на должном уровне были рассмотрены наслушанные и по максимуму поддержаны в этом в этом плане я все все что могу в любое содействие в любой форме я его обеспечу можем даже сейчас договориться о дате к которой мы с вашими предложениями предварительно так глава села подавили в двадцатом году мы сделали реконструкцию автодороги мы довели с первого по пятый километр сейчас в этом году уже спроектировали уже еще два километра по природным причинам уже год не прошел дороги испортились и нельзя ли сделать так чтобы раз решить вопрос поставить вопрос асфальтирования автодороги по содействию такие расходы усилия работа за один год дорога непригодна в прошлом году отремонтировали хорошо отремонтировали пять километров только отремонтировали без асфальтного покрытия расширили дорогу водоотведение и так далее осталось два километра они в этом году эти два километра тоже до села ремонтируют хорошо селевый поток пойдет дожди пойдут вся эта щебенка эта дорога потом такое состояние приходит что думаешь кто-то ремонтировал или нет да расширили хорошо подготовили дорогу но пока асфальт не проводят тем более большой населенный пункт село село герои герой российской генерации живой в селе единственный на весь район живой герой в селе живет большое село и село растущее кстати в этом году преусмотрено и проектирование школы у них на 400 мест оттока населения нет только приток и вот асфальтирование вопрос мы и поднимали но к сожалению не поддерживают можно же по чуть-чуть асфальтировать мы понимаем за 7 километров за год наверное не асфальтировать тем более в дорожном фонде рисунки хорошие деньги на эти цели есть это была самая плохая дорога всегда в районе село герой никто туда ехать не хотел из-за этой дороги поэтому асфальтирование по чуть-чуть хотя бы ежегодно километры два-три будут преусматривать это для дорога которые небольшие деньги для них это большая поддержка разное вопрос дорог затронули у нас несколько населенных пунктов такая ситуация в этом году у нас идет проектирование реконструкции дороги асфальтированием это все Анди и Гагатли проектирование идет со следующего года есть надежда что начнутся эти работы ну присядьте такая ситуация у нас к селам Зилокижан и Риквани Ашали такая ситуация внизу я сейчас отдельно отмечу дорога которая идет когда вы едете в Бутрих после Муни вы сворачиваете наверх вдоль русландийского кольца когда едешь прямо оттуда кстати едут Ахватский район Сумадинский район очень плохой состоянии дорога начиная от Муни и до Бутрихской территории вдоль реки Ангийской кольца там был асфальт раньше а когда уже начали сверху ездить и асфальт такое одно название асфальтом это километры от дороги Муни от Вали 0 по 13 километров кстати у нас там село Планхидатли расположено где исторически добывается поваренная соль мы уже по федеральным каналам наверное 20 раз показали это село как там уникальные технологии добычи соли кстати даже в период Кавказской войны жители этого села были от воинской фото это даже освобождение имаматом чтобы они занимались добычей соли мы собираемся туда туристов возить там дальше идет Преображенский редукт памятник архитектуры очень интересный но по этим дорогам начнем туристов возить ни один туроперата к нам туда не приедет в таком состоянии находится дорога мы кстати специалисты Дагавтодора приезжали но говорят дорого дорого да а чуть-чуть надо начинать реконструкцию этой дороги там ужасающее состояние оттуда оттуда Ахуатский Сумадинский район ездят это республиканская дорога это не муниципальное значение и уже пора заняться реконструкцией этой дороги вот этот вопрос я бы попросил вас обозначить отдельно этот вопрос обозначить перед автодором свою республиканскую дорогу чтобы они сделали мы не нашу просим здесь вот конкретно по этому участку дороги просто так в качестве подсказки если там есть исторический объект преображение скидут если у нас есть уникальный промысел по изготовлению соли и так далее включить предложение по развитию туризма в программу по развитию туризма если мы сможем этот вопрос продлина связать и во-первых способствовать созданию такого туристического объекта точки притяжения людей и одновременно решить вопросы притяжающих сел это будет очень полезно мне кажется как кстати с с туризмом в районе так в двух словах можно почему спрашивают потому что во многих районах очень большой придут в буржетском районе как ситуация сети есть есть некоторые интересные проекты в том числе и устройство копии солнечной системы мы хотим собрать огромные круглые камни которые в горах такие интересные и выстроить их солнечную систему такой фишки ни у кого нет ни в республике ни в стране чтобы из этих круглых камней выстроили солнечную систему даже такой проект мы уже с района уже запланированы мы уже прорабатываем этот вопрос но это носит у нас чуть хаотичный характер такой организованной туристической индустрии у нас нет есть что показать есть все условия если в других районах даже нормального кафе нет у нас этих кафе больше чем людей прекрасно условия есть над этим мы работаем и туризм у нас будет зона особого внимания поэтому интересуются отчасти и Куанхидат и Преображенский идут мы хотим туроператорам предложить эти объекты включить свой маршрут но с этой дорогой туда операторы вести сами опозоримся и поэтому если вы поддержите отдельное обращение представителя правительства про этой дороги обоснуюсь привязкой к туризму и попрошу вас на уровне республики чтобы к этому обращению чуть отнеслись не как к очередному а как к необходимому это 13 километров понятно за один год за два года не сделают но хотя бы чтобы начали эту дорогу делать она нужна не только нам двум соседним районам это нужно и они при необходимости поддержат соответствующие обращения и они помогут составить мы можем и коллективное обращение подготовить учетом того что трех районов эта дорога касается попрошу поддержать у нас была очень большая проблема обеспечена водой населенного пункта спасибо решили эту проблему в прошлом году сейчас эта проблема решения этой проблемой вызвала еще другая проблема люди когда в каждом доме есть храник используют ее в 10 раз больше а вода куда меньше куда ее давать нет есть проблема просто есть такая мы точно зависит от нас подготовили все документы подали ее в министерство экономики для участия в программе муниципальных инициатив просто одна такая чтобы строительство этого в нашем селе водоотводной канализации чтобы посмотреть на него с правым глазом вторая проблема у нас в населенном пункте столько бы ни обращались нет медицинского пункта просто способствовать строительству этого медицинского пункта насчет той дороги которая проходит в нашем селе эта дорога построена еще в 71 году эта дорога проходит через программу по центру населенного пункта 10 лет тому назад есть там подготовленная проектно-смертная документация хотели начать в 2015 году но как-то ее уже не начали в этом году и дальше забыли про нее эта дорога проходит прямо по селу ее главное что эту дорогу надо перенести на другой берег на другой берег есть подготовленные документы на сегодня говорят они что это дорого полтора миллиарда рублей думаю что это не на один год строить десятки лет строить дорога дорога проходит на две районы даже Ботовский район если будет дорога она становится на половину короче и еще одна подсказка по обеспечению воды Ботиха насколько я знаю когда я еще был молодой есть такая программа обеспечения Ботих водой по групповому водопроводу Мухахури Агвали Ботих Нихело Алак Такой водопровод был такой программой и по программам пересматривался такой водопровод Можете ее поднять если она возможности ее строительства будет это будет строительство станции это очень дорогая вещь она и по следующему не будет работать Вопросы которые здесь озвучиваются мы доводим до конкретно допустим до председателя правительства до замок председателя правительства и потом каждый из этих вопросов естественно будет изучаться ведь не изучены не подготовлены ни один вопрос не останется то есть ни миллион рублей ни 10 миллионов ни еще какие-то большие цифры не вникая в суть вопроса не изучив экономическую целесообразность того или иного вопроса его тоже никто не выделит мы должны понимать что мы просим мы должны понимать сколько это стоит они уже будут оценивать то что просится за эти деньги в этом регионе с учетом всех всей остальной картины целесообразной целесообразной чем лучше мы представим чем мы равен преподнесем тем больше шансов практически не участвовали в республиканских проектах по своей инициативе мы все ждали жаловались пусть оттуда придут многие проекты есть которые должны снизу исходить как было правильно замечено элементарно проект 100 школ по 2 миллиона ресурсы к нам дают если мы находим немного солнца немного своих денег дают мы никогда не участвовали в прошлом году 8 школ отремонтировали а этих денег они 10 лет не видели по 2,5 миллиона на школу в этом году 6 школ мы заявляем уже поддержали уже начинаем за лето отремонтируем поэтому это простые примеры есть другие примеры к примеру по объектам водоснабжения где требуется чтобы мы подали все документы по садикам по школам например по садику по школам нам говорят дайте землю без земли никто с нами не будет разговаривать начинаешь изучать мы категории не определены на земле вообще с землями не разобрались раздали под строительство домов а когда нужно нету земли у меня все такая же была ситуация на горе пришлось садик строить от того что внизу земли нет на горе и сейчас этот ребенок будет и зимой и летом туда на гору отниматься вот такая ситуация приходится на краю села строить есть много проектов мы сейчас вообще упор начали делать на участие в подобных водопроектах к примеру по этой сфере культуры тоже мы подали документы на реконструкцию нашего дома культуры в районном центре водопроводом через министерство сельского хозяйства по благоустройству хорошие проекты идут по проекту местные инициативы раньше не участвовали за весь период только два проекта у нас прошло в этом году уже 89 проектов у нас по местным инициативам многое зависит от нас самих за нас не придется в Минстроя или с Минсельхоза кто-то сюда документы составляет на землю проекты на сельную документацию и так далее многое от нас зависит и в том числе от вас главы сельских поселений я тоже физически не могу везде там бегать успевать у меня 20 все вы должны инициативу проявлять где надо и меня дергать мне спать не давать и моему строителю и другим моим заместителям специалистам они ждать а сейчас как вы выходите часто мы вас чуть не вытягиваем умоляем это сделай это сделай и то там ползком двигаемся там вообще хорошие деньги по программам к примеру по проекту чистая вода мне говорят дай готовый проект мы говорят включим федеральную программу но не на миллион не на два а на десятки миллионов чтобы вообще вопрос водоснабжения в любом селе решить а для этого что нужно делать прежде всего с землей разобраться откуда будет водопровод проходить где объекты воды будут проект готовить ну эти же вы должны бегать я же готов вам хоть одну одну просьбу вашу назовите по которой я вас не поддержал отклонил сказал идите отсюда ни по одному проекту я не отклонил ни одну вашу просьбу поэтому если нужно напроектировать деньги не хватает денег пожалуйста найдем и находили и найдем но все складывать на виноватых из Махачкале или районном центре это неправильно это не подход к примеру сейчас простой пример глава села Анди пригласил специалистов изучил у себя источники воды где можно бурить где можно воду получить уже получил заключение занимается над тем чтобы подготовить проект для участия в федеральном проекте чистая вода если он сможет это сделать все равно ему памяти постоит потому что полностью вопрос водоснабжения селищи вот так нужно двигаться хелитой большая проблема с водой алак большая проблема чангок грязная вода идет чуть дольше пойдет пить невозможно я не буду всех все называть бодрих вечная проблема глава села должен вместе с нами этим заниматься везде мы не можем за вас бегать следующий вопрос такой хотелось брать доистине информацию я вначале обозначал что сенатором Ададистана Сулейманом Абусоидовичем Керимовым принято решение оказания финансовой помощи детям инвалидам по всему Ададистану это в эту волну попадает дети с ДЦБ с синдромом Дауна и дети с аутизмом у нас есть конкретно список по Бодрихскому району хочу сразу сказать что эти данные получены из Министерства труда и социального развития Республики Ададистан вот именно по этим категориям я так полагаю что по отварленным инвалидности сейчас ведется работа по актуализации в списках причем потому что есть единичные случаи трех расхождений вот у нас есть возлец договора который впоследствии будет подписан но сейчас мы его распространять не будем покажу в последующем в каком порядке люди будут получать эти выплаты по размеру выплат 50 тысяч рублей на семью у которых есть дети по эти категории мы поработаем со списками сейчас идет оповещение людей предупреждаются потому что им собираются вот так помыть потому что нужно подписать договор который комплиментарные реквизиты нужно убить конечно можно было в другой какой-то форме делать разные вопросы люди задают но когда человек единовременно нескольким тысячам людей помогает тогда приходится и бумаги делать и оплаты идут безналичным расчетом каждому в дом не всегда возможно это все практически сейчас у Хизри Магомедовича Бакарова на странице в инстаграм есть информация есть выраженные номера телефонов для людей которые занимаются непосредственно актуализацией списков некоторым районам я еще раз повторюсь из-за распорта возникает много вопросов это служба которая там в ежедневном режиме обрабатывает большое количество звонков в этом плане хотелось бы шагать до понимания следующих вопросов речь будет о детях то есть я почему говорил несколько часов я был свидетелем как разбирались почему нет в списке ребенка которому положено или кто-то начали разбираться и журналисты там уже подключились и кого-то пока не было в итоге оказалось что ребенка 30 с лишним лет здесь чтобы было понимание ребенок это до 18 лет в нашем списке чтобы было понятно откуда взяты эти списки списки взяты из министерства труда и соц.развития иногда бывает так что есть это ребенок больной но данные почему-то туда не попали по разным причинам может быть у человека может быть могут быть разные диагнозы мы взяли выбор по ДЦБ и аутизм если 2-3 заболевания если человек стоит по одному заболеванию у него инвалидность а у него сопутствующие второе то в эти списки тоже может не попасть вот вот почему такие моменты бывают в сад я я не думаю что здесь если по спискам какое-то расхождение здесь чей-то злой умысел может быть я не думаю что здесь кто-то мог кого-то включить кого-то исключить судя по тем людям которых я вижу кто этим занимается я ни одного не могу не то что заподозрить а вообще поверить что такое возможно в то время как в то же время я сразу предупреждаю что даже даже здесь найдутся люди кто будет говорить что что-то может быть здесь чисто или не чисто хорошо здесь вот по этому поводу случая если кто-то не оказался в списке до того как люди начнут поднимать шум вот меня нет списки там по моему принципу эти списки делались и так далее до этого попытайтесь разобраться в причинах просто попытайтесь разобраться не можете разобраться с нами есть телефоны выделенные я уже сказал где где люди вам подскажут и вы сначала вы сможете разобраться я вас уверяю вот попрошу просто не попадать в эту ситуацию о которой я рассказывал когда из дальнего селения тетя ребенка отнимает огромный шум и поднимает цепочки привлечения журналистов начинаем разбираться в итоге оказывается простая причина 35 лет вот и все попытайтесь сначала разобраться на местах вы делаете хорошее доброе которое делается не очень хотелось бы чтобы было сопряжено с вот таким моменты нам тоже раз уж мы стали участниками в какой-то схеме несопричастными к тому доброму делу которое делается нам хотелось бы чтобы это дело было сделано хорошо с самыми приятными впечатлениями просто чтобы ничего его не не обращало и самое главное это ту помощь которую выделил Сулейман Абусайдович не донести до каждого ребенка и оказать реальную помощь я думаю в условиях не то что в условиях сельской местности даже для и я раскивал с ума существенная сумма которая дает понять что не для галочки это все делается не для видимости а на самом деле хочется как-то помочь это вот такая взрослая у всех руководителей поселений сельским просто предупреждаю что иногда уста не очень приятно мы сталкиваемся когда люди не разобравшись начинают оценки давать если будет такая информация что кто-то не попал и так далее к вам люди обращаются просто доводите до нас информацию мы дойдем до тех кто этим занимается и в рабочем порядке элементарно разберем и ответим этому человеку все вопросы с ним берем такой случай что есть больная ребенок его нет в этом списке опять-таки я говорю о тех же телефонах которые поселят несколько человек которые знают четко как отвечать на вопрос от них будет подсказка куда передать данный от них будет подсказка что делать и от них будет там же в этой же службе будут эти все люди которые попали или не попали или может быть не попали на данный момент но попадут в следующие какие-то моменты там это все будет фиксироваться здесь есть еще что если так будет оказываться что в списках мерируют дети на самом деле здоровые не на наш взгляд здоровый а ну всякое бывает по разным основаниям инвалидности в разное время открывали если да с такими случаями будем сталкиваться то этот ребенок ну будет из списка выбывать вы замену этому ребенку как раз есть возможность включить не включив но не попавшую допустим список хоть там соня тоже подскажете будет проза такая что действительно нуждающийся ребенок получит помощь если хотя бы один два получит уже не зря что-то что-то делать что-то стараться подскажем друзья я думаю пользу мы получили от нашего собрания и последующим Дмурад Газевич как друг нашего района будет и дальнейшим оказывать помощь по вопросам которые мы все здесь затронули дальше мы уже детально обсудим наверное подлоги тоже проблемных в районе посетим вот таких для примера и дальше уже в рабочем порядке мы вместе с ним отработаем то что от нас требуется то что где они могут помочь уже обсудим в рабочем порядке